В этой емкости, называемой реактором, происходит синтез нового вещества. Вот так выглядит производство косметических и медицинских препаратов Риотовской компании «Фламена». В первую очередь это кремы и гели для кожи, которые борются с ожогами, аллергическими реакциями, угревой сыпью, трещинами и мозолями. Принцип их работы довольно прост. Они купируют воспаление и способствуют регенерации тканей. В основе всех препаратов лежит инновационная разработка ученых компаний «Липосомальная эмульсия с антиоксидантами». Мы же синтезировали свой продукт из животных, компонентов, которые эндогенно в нас уже присутствуют. Наши липосомы построены ровно из того, что состоят наши клетки. Внутри липосомы мы смогли поместить антиоксиданты. Наши липосомы помогают им проникнуть внутрь кровяного русла в неизменном виде и сохранять свою активность внутри. На основе такой чудодейственной эмульсии компания разрабатывает и фармацевтические средства. Применяются они, например, в онкологии для реабилитации после курса химиотерапии, при беременности, когда иммунитет матери отторгает ребенка и не только. Форма выпуска любая. «Этот препарат может применяться, грубо говоря, как перорально. Его можно применять ингаляционно, испарять, вдыхать. Его можно применять в форме гелий, намазывая снаружи. Его можно вводить внутрь, в полости. То есть это вот вагинальное исполнение». Правда, пока все эти фармацевтические препараты не вышли на российский рынок. Зато многие из них уже прошли клинические испытания и получили патенты на Западе. А вот чтобы попасть в наши аптечки официально через аптечную сеть, сначала их нужно зарегистрировать, что совсем непросто. «Дойти до зарегистрированного фармпрепарата за несколько лет мы не смогли». Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнев пообещал помочь Фламене. А именно наладить взаимодействие с крупной фармацевтической компанией, которая оценит перспективность такого уникального продукта и поможет зарегистрировать препараты. А вот если помочь не удастся, эти российские фармацевтические препараты компании придется регистрировать у нас же, но уже как импортные. А на сегодняшний день пользоваться инновационными разработками наших российских ученых могут лишь западные соседи. Анна Егоршина, Александр Попов для РТВ